Требованность рабочей силы в линейном персонале массовом – это колоссальный тренд, с которым столкнулся рынок в качестве вызова. Почему в Америке такой плохой сервис по предоставлению онлайн-документации? В России уровень цифровизации B2C, да, он очень высок. В определенный период жизни у него есть очень четкая мотивация заработать. Персонал очень мотивирован получить заработок здесь и сейчас. Я лучше тогда раз в месяц буду делать для всех праздников. Дети сейчас имеют возможность и право отказываться от того, что тебе не нравится. Цифровой мир в целом предлагает возможности больше и делает точку входа к тому, чтобы попробовать, очень простую. Всем привет, это Владимир Смеркис, рядом со мной сидит Дмитрий Бабаев, это «Силиконовые дали». Сегодня мы говорим про рынок HR, профессии, как они развиваются. И у нас в гостях Екатерина Карабанова, генеральный директор сервиса «Дентргоу». Добрый день. Добрый день. Кать, расскажите, пожалуйста, как пандемия, наверное, любимый вопрос, уже, возможно, заезжена и сбитая, но, тем не менее, мы любим спрашивать какие-то простые вещи. Как пандемия повлияла на рынок HR? Пандемия, на самом деле, серьезнейшим образом изменила и трансформировала отношения не только массового персонала, но и профессиональных людей, которые оказались несколько в заточении на домашней работе. Безусловно, это сказалось на качестве и на скорости работы, но, тем не менее, с определенным периодом произошло, на мой взгляд, произошло такое осознание реальности. Компании перестроили свои процессы, помогли своим сотрудникам действительно обладать всеми необходимыми инструментами для эффективности и, собственно, для контроля за результатами этой работы. Вот об этом хотела сказать, потому что я звонил в какие-то сервисы, компании и так далее, и понимаю, что человек сидит дома. Так же, как новости выходили некоторые из дома, корреспонденты их записывали. Здесь тоже, да, все-таки люди трансформировались и кого-то пристроили работать из дома, организовали новые вакансии, обучили людей, да? В данном случае, мне кажется, для сервиса поиска как раз сотрудников это, наоборот, какая-то новая ниша, как бы, да, открылась. Вы знаете, я бы делила все-таки любой, ну, нет такого понятия, просто персонал, да? Есть персонал квалифицированный, тот, о котором я сказала, да, который может работать удаленно и показывать результаты своего труда удаленно работодателю, да, и отвечать за эти результаты. Есть тот персонал, который работает в офлайне, мы с вами все ходим все равно в магазины, мы заказывали в пандемию курьеров, кто-то комплектовал эти заказы, да, и делал так, что мы с вами могли сидеть дома, да, поэтому... Курьерские службы, мне кажется, очень взнагружены. Да, безусловно, это в пандемию этот рынок вырос в несколько раз, ну, собственно, как рынок E-кома, да, он показал там колоссальное увеличение, и, соответственно, случилось еще одно важное событие на рынке, это отъезд мигрантов, сначала отъезд, а потом запрет въезда, и, по сути, безусловно, востребованность рабочей силы в линейном персонале массовом, это колоссальный тренд, с которым столкнулся рынок в качестве вызова, да, поэтому многие компании, которые обладают, или в моменте перешли быстро на онлайн-заказы, это достаточно большое число ритейл-сегмента, да, у которых доставка была не на том уровне, но пандемия их подстегнула к тому, чтобы все-таки выстроить этот процесс достаточно массово. Если продолжить разговор про курьеров, я слышал на одной из радиостанций, связанной с бизнесом, что зарплата курьера во время пандемии доходила чуть ли не до 150 тысяч рублей в месяц, да, если там взять среднестатистическую зарплату. Понятное дело, что там курьеры давали интервью о том, что, в принципе, сложная работа, что огромный человеческий фактор, там лифт не работает, слякать, дождь, сложный подъехать, но, тем не менее. Любая профессия, конечно, тяжелая, таксистов в снегопад работают, тоже цены взлетели, но, соответственно, работать тоже стало сложнее. Как вы считаете, вот те тесты, которые аудитория сделала во время пандемии, кто-то начал учиться онлайн, кто-то начал заказывать онлайн-продукты, хотя раньше этого не делал, сдвинет тренд онлайн-потребления в большую сторону? Это очень интересный вопрос, потому что, на самом деле, общаясь с нашими клиентами в разных странах, они говорят о том, что в России уровень цифровизации B2C, да, он очень высок, он в разы выше, например, европейского или американского рынка. И в том числе к этому, собственно, нас клоняет государство, да, мой налог и много других сервисов, которые у нас есть, например, там, электронный дневник, да, например, для меня актуальная очень вещь. А это, вроде как, очень базовое для нас уже привычное приложение, да, где ты можешь проконтролировать, что у тебя происходит с твоими налогами, заказать справку, да, или, там, записать куда-то ребенка на кружке. Этого нет на других рынках. Я согласен, я когда беседовал с некоторыми специалистами, почему в Америке такой плохой сервис по предоставлению онлайн-документации и так далее. Они говорят, что в Америке просто это началось гораздо раньше, и просто тот базовый уровень, с которого они стартовали, гораздо более высокий, чем у нас в России. А мы стартовали с нуля, и было доступно огромное количество технологий, которые можно было внедрять. Поэтому мы сейчас, слава богу, впереди планеты всей. Екатерина, учитывая то, что перед вами большое количество людей приходит с тем или иным образованием, да, и приходят устраиваться на, возможно, совершенно другую профессию, не на ту, на какую они учились. Вот есть какой-то тренд, что люди, например, ну, условно, там учатся на юриста, да, и приходят работать юристами? Или все-таки их профессиональный диплом от специальности, на которую они пытаются претендовать, отличаются? Да, расскажу, как мы видим со своей стороны рынок, да, и как мы видим этот тренд. Мы работаем в Ventra Go, в основном, в большей части, это молодые люди, у которых паттерн поведения, он как раз зависит, он идет в сторону возможностей и попробовать разное. Да, то есть им нужны деньги, мы называем этот персонал on demand staff, да, это люди, которые работают здесь и сейчас по определенному паттернам поведения, например, там, это может быть девушка в декрете, это может быть студент... Определенный период жизни. Определенный период жизни у него есть очень четкая мотивация заработать, да, он может даже быть большей квалификации, чем нужно, но, тем не менее, так жизнь сложилась, да, что сегодня он должен выйти и подработать, да, его, например, сократили, он вышел и подработал таксистом, или у нас подработал комплектовщиком, или он вышел в магазин заниматься, собственно, консультированием клиентов, да, в зависимости от своей квалификации и возможности. Этот персонал очень мотивирован получить заработок здесь и сейчас, и для него очень важна оценка клиентов, да, так как наш сервис предполагает оценку, как в такси, да, ты можешь поставить оценку сотруднику, для них очень важно иметь возможность большего пула заказов. То есть там стандартно, чем выше оценка, тем больше, например, коэффициент в час, да, и больше заказов. И паттерн поведения молодых сотрудников, это как раз разные возможности, близлежащие локации, да, это тоже очень важно, люди сейчас не готовы тратить на дорогу, например, два часа. Им очень нравится, когда ты можешь по дороге, например, с одной работы на другую, да, поработать еще, да, поработать еще 2-3 часа. А самое главное еще и сэкономить на дороге. Да, абсолютно. На самом деле очень мало кто об этом задумывается, но те, например, люди, которые, ну, условно ездят, работать за зарплату, условные 50 тысяч рублей, если они понимают, что они как минимум в месяц еще 10 тратят на дорогу, а еще это же время там надо переписывать и так далее. Поэтому популярность таких сервисов, как Блаблакар и так далее, она все возрастает и возрастает, и курьеры у нас ставятся действительно, чтобы вечером подработать, получить дополнительные деньги для своей семьи. Вот сейчас онлайн-образованием я активно занимаюсь, смотрю на этот рынок, и есть формат онлайн-образования университета профессий, это ты можешь за 8 месяцев или за 3 месяца получить какую-то профессию, пусть это будет веб-дизайнер или СММщик, да, или там научишься делать лендинг-странички для бизнеса. Ну, или на хуже, конечно, станешь хирургом. Ну, шучу, да, ну, конечно, не хирургом, но тем не менее. И похоже, что нам внушают, или действительно так, что ты за жизнь свою можешь поменять 10 разных профессий, которые совершенно друг с другом не связаны. Мне понятно, например, когда я работаю маркетологом, я могу, я не знаю, заниматься трафиком, да, или заниматься продуктом, как бы с точки зрения маркетинга. Вот когда совершенно разные профессии, это что, действительно новый тренд сейчас, вот как вы считаете, будет ли это в дальнейшем востребовано? Будет ли это носиться? Мне кажется, что на самом деле это зависит от стадии, в которой находится сам человек, да, в данном этапе. Он может находиться в поиске, и это его стимулирует как раз познавать мир, да, люди более открытые, особенно молодые, да, а у них нету как раз вот то, о чем вы сказали, ощущения, что если я из семьи врачей, я буду врачом, да, и всю жизнь вот как бы мой путь предрешен. То есть более открытое сознание, они более смелые, и цифровой мир в целом предлагает возможностей больше и делает точку входа к тому, чтобы попробовать, очень простую, да. То есть тебе кажется, вот нажимаешь кнопку, я СММщик, да, или нажимаешь кнопку, я таргетолог, да, то есть... Не как раньше, по распределению... Съездить сначала, да, узнать, да. Мне кажется, это просто люди, которые только что прошли тренинг Тони Роббинса, иди и поверь в себя, все, я фотограф. Или, как у нас это в бизнесе, я свадебный организатор. Хотелось бы поговорить про технологии, как они изменили рынок поиска найма персонала, и, с другой стороны, поиска работы для людей, которые хотят ее найти моментально и быстро. Ну, мы как раз затронули, да, что B2C-сервис в России очень развит, да, и мы с вами, как пользователи, привыкли по кнопочке, да, получать желаемое. Но на B2B-рынке ситуация обстоит несколько иначе, да, когда ты представитель компании, у тебя несколько связаны руки либо внутренними регламентами и правилами, да, либо, собственно, невозможностью быстро оплатить услуги того или иного подрядчика. Есть очень много аспектов, которые усложняют жизнь в B2B, но, тем не менее, сформирована привычка нас уже, как личности, да, использовать что-то быстрое, цифровой продукт. Это сейчас является двигателем на B2B-рынке. Есть такой определенный тренд, да, и движение все-таки к цифровизации бизнес-отношений. И мы сейчас видим огромный интерес у заказчиков как раз на примере нашей платформы. Например, в офлайне процесс найма и вывода временного сотрудника занимал порядка, там, сутки, да, это в хорошем варианте, и полутора суток в плохом, когда провайдер работает медленно, да, и не успевает это сделать. Это связано, опять же, с территориальной распределенностью клиента. Когда ему нужно в Екатеринбурге, например, два человека на четыре часа, он должен сформировать заявку, отправить своему HR-менеджеру. HR-менеджер отправит это партнеру, партнер разместит это, например, на джоб в какой-то доске, да, или возьмет из своей базы, и все это растягивается во временном интервале, плюс оформление, выплаты и так далее. Должно было выбрать посредника, да? Здесь должно быть очень быстрое цифровое касание самого, например, директора магазина до платформы, на которой уже есть активные сотрудники, которые готовы выходить. Да, они уже с четкой квалификацией, они действительно прошли уже обучение и понимают, как, например, комплектовать товар, да, для Еком-магазина. Соответственно, директор магазина размещает заказ, нажимает кнопочку опубликовать, да, уходит этот заказ, тот, кто первый взял из исполнителей, тот и выходит. Средний срок закрытия, например, у нас сейчас это два часа, да, это колоссальная разница между... Но два часа это закрытие, да, в любом случае, то есть он через два часа еще не приедет, хотя есть такая... Есть, которые приезжают, потому что, собственно, наша методология, это поиск близлежащих исполнителей, да? То есть вы реально хотите сделать так, чтобы, условно говоря, сегодня мне здесь нужно через... Как можно быстрее, у меня уже через час специалист наклеивает наклейки или ценники. Мы сегодня перед эфиром попытались заказать воду через один из сервисов наставки. Дима говорит, я хотел заехать в магазин. Я говорю, так есть же сервис, ты едешь в такси, и тебе через 12 минут приезжает сервис с водой. Причем это сервис с очень громким флагманским названием, да, второе слово маркет. Вот и на самом деле мы попытались заказать воды сюда, в общем, мне предложили доставить воду на следующий день с 9 до 5. Ну, это вот у вас такой экспириенс. Я считаю, что вот слово маркет, на самом деле, за полгода сумасшедший сделал скачок, да, в качестве. И, безусловно, не надо их тоже судить строго. Я тоже согласен, это, конечно, бывают негативные случаи. Просто представьте, что вы вчера захотели это сделать. Нет, я согласен, но, как бы, есть факт, да, камни твердые в одномом... Да, они могут набить статистику, я думаю, что они могут исправиться. Потому что даже мне за год в течение часа доставляют ребята еду. Хотя за годом эти вот намного сложнее. Катя, такой вопрос. Как вы думаете, какие отрасли в теории, опять же, после пандемии, после такого, наверное, новомодного, да, слова удаленка, которое появилось в нашей жизни, там, с прошлого года, какие отрасли, в принципе, могут в первую очередь перейти на эту удаленку совсем? И какие профессии, возможно, да, в принципе, уже никогда не вернутся в офис? Ну, вы знаете, я, на самом деле, здесь не дам социально ожидаемый ответ, что это, например, IT или маркетинг, да, я считаю, что для каждой компании есть своя core-экспертиза и люди, которые делают, ну, некое ДНК компании, да, и эта ДНК, она у всех разная. Если ты металлургический комбинат, да, то, наверное, твои технологи, инженеры и люди, которые несут IQ, да, вот свой вклад в бизнес, да, они должны быть рядом, это очень важно, некое ощущение синергии и быстрого обмена информацией. Понятно, что цифровой канал, да, он тоже позволяет быстро это делать, но, тем не менее, когда твоя профессия связана с некой коллаборацией, да, неважно, вот слово коллаборация, оно, мне кажется, оптимально подходит, эти люди все-таки должны присутствовать хотя бы там два-три раза в неделю, да, и иметь точку контакта, неважно, это будет каворкинг, это будет офис, да, может быть, это будет у кого-то дома, да, но, тем не менее, разрыв этих связей, он замедляет развитие того продукта, который делает компания. Вы говорите про тот самый корпоративный дух, про корпоративную культуру, потому что тоже один из спикеров, который здесь был, он говорит, я лучше тогда раз в месяц буду делать для всех праздники. Нет, я не верю в дух. Мы, собственно говоря, мы выходим с утра, женщинам цветы, ну, как, знаете, принято на 3 февраля, 8 марта, только буду делать каждый месяц, зачем мне этот офис? Нет, я как раз не верю в то, что вообще, как бы, корпоративная культура, это очень умозрительное ощущение, не очень опосредованно влияющее на бизнес-результат, да, если ты все-таки думаешь о бизнесе, о деньгах и о развитии своей компании, а есть именно коллаборация ключевых людей, которые влияют на твой успех, да. В конце концов, личный пример, да, мотивация. Безусловно, мотивация, да, работа с командой, и есть те люди, которые, по сути, в компании делают определенную работу, но это саппорт-функция, и как раз саппорт-функция может быть выведена на удаленку в большей доле, да, то есть это для каждой компании, опять же, вот, core бизнес, да, и саппорт, это разные вещи могут быть. То есть у кого-то IT, это не core ДНК, да, если это технологическая компания, то твоя IT-команда должна не то, чтобы даже физически находиться в офисе, а иметь точки пересечения, точки контакта достаточно регулярные. Сейчас вы расскажете об этом, почему-то у меня перед глазами фильм «Служебный роман», и я понимаю, что фильм просто не сложился бы, если бы это было на удаленке. Абсолютно. Да, я хотел сказать, что в любом случае, во-первых, международные отношения, во-вторых, личный пример, а в-третьих, а как же романы на работе, естественно? Не знаю, кстати, в некоторых компаниях были баны на такую вот вещь, а в некоторых нет. С чем это связано? Вот кто-то разрешает условно отношения на работе? Ну, я думаю, что в основном, да, из моего опыта, это как раз западные крупные интерпрайз-компании, которые, ну, есть некие комплайнс, да, отношения, которые могут быть во вред компании. То есть токсичные какие-то, то есть мы вместе можем как-то обмануть компанию? Да, да. Из этих, да, сообщений? Да, конечно, люди могут договориться в зависимости от того, ну, например, кто на какой позиции. Да, кто на какой позиции, обменяться, например, той информацией, которой нельзя обмениваться, да, то есть это... Ну, да, вот два совершенно разных подхода, и в Америке же постоянно, недавно были какие-то увольнения тоже супер-ток-менеджер в больших корпорациях за то, что у него были романы, по-моему, на работе. А с другой стороны, есть там японская модель, где мы все взращиваем свои семьи, наши внуки будут в этой же компании работать, и все будет здорово, классно, и так далее. Разные подходы. Для России, наверное, особенность свой путь. Хорошая новость заключается в том, что у нас с Владимировым никогда не будет романов на работе. Друзья, про... Не загадывайте. Кажется, что профессии умирают. Тысячу раз называл пример, что бабушки не продают жетончики на метро, теперь карточку можно пройти и оплатить. Ну, и такие вещи преследуют много очень профессий. Это не только касательно нижайшего персонала. Это могут быть... Вы, на самом деле, тоже убиваете своим сервисом ряд профессий, ряд рабочих мест. И вот вопрос в том, что нужно в себе развивать такое, что всегда будет востребовано. То есть какие, наверное, это софт-скиллы какие-то или не софт-скиллы. Что вы на это еще думаете? Что будет важно в мире, в котором все за нас делают робототехники? Ну, мне кажется, что здесь тоже есть несколько аспектов. Первый аспект, безусловно, очень важна способность человека учиться. И некое... Это же тоже такое недопущение лени. Учиться уже тяжело. И многие люди... Это очень сложно себя заставить научиться чему-то новому. Неважно, это новая программа, это новый телефон. Вот если у нас взять, отобрать наш привычный телефон, дать такой же смартфон на другой фирме, мы первую неделю будем очень сильно ругаться, потому что наш мозг, он должен... Конечно, потому что лень, да, матушка? Но на самом деле это очень классный кейс для тренировки мозгов и тренировки постоянного переключения. Новая нейронная связь, о которых так часто говорят ученые. И мне поэтому очень нравится идея, например, если ты ездишь на работу одним путем... Да, менять маршрут. Няня говорит, что я счастлива, что сломала руку няни моих детей. Ты счастлива, что сломала руку, потому что когда ты начинаешь левой рукой, если ты правша, писать и что-то делать, совершенно по-другому начинаешь. Абсолютно, на новые краски. Нашу тебя, конечно, про счастье, но тем не менее, что вот такого рода связи образуются. Это очень важно, да, когда ты сам себя толкаешь, да, и сам себе говоришь о нужности того, что тебе нужно научиться абсолютно неважно чему, да. То есть новый скилл, который, возможно, тебе там сейчас нужен в моменте, да, и ты не отодвигаешь это занятие, да, и не берешься за что-то привычное. Ты готов к новому и работаешь над собой. И мне кажется, к этому толкает. Я как-то недавно писал пост о том, что важно для детей, на мой взгляд. И мне кажется, очень важно жадность узнавать, вот жадность, в хорошем смысле, познание мира. Любовь, любознательность. Любовь, это в словаре Ожидова. Именно. На самом деле, вот с точки зрения детей, я вижу другую историю. Наши дети сейчас имеют возможность и право отказываться от того, что тебе не нравится. И, например, даже для нашего поколения, ну вот у меня все равно есть некое такое ощущение, что ну как же, да, это же надо, ну зачем же биологию? Мы отложили, да, биология же тоже важна. Зачем-то она тебе пригодится. А современное поколение вот именно школьников, да, они говорят о том, что я это не хочу и не буду. И у них есть четкое ощущение того, что они занимаются только тем, чем нравится. И, возможно, это тоже новый тренд более эффективных людей, которые без стереотипов относятся к тому, что, что же мне выбирать, да. То есть вот, мне кажется, это тоже такое интересное наблюдение мое. Возможно, мы еще не услышали о новой программе, где можно отказываться от тех или иных предметов. По-моему, такого в школе пока еще нет. Есть. Есть альтернативные школы, конечно. Альтернативные школы. Да. Ну то есть, да, их еще нужно выбрать. То есть, да, и они, я не уверен, что они доступны всем. Нет, это вопрос же не то, что ты можешь выбрать или нет. Просто есть такая некая декларация, да, от молодого поколения. Неважно, это могут быть и студенты, которые говорят о том, что моя профессия должна мне нравиться. Да, все-таки люди, например, там, наши родители, они так не могли ее сказать, да. Вот мне нравится это, я буду делать это. То есть сейчас... Это же западные тренды. У них уже, мне кажется, очень-очень давно можно выбирать математику или язык. Это как-то комбинаторика. Не знаю, со мной стороны это хорошо, с другой стороны... Все равно есть базовое образование. Нет, базовое согласие. Я говорю о том, что вот, когда у тебя, не знаю, должно ли быть слишком много свободы, хорошо это или плохо, я до конца сам не определился. Как говорят опытные родители, у ребенка, особенно там до вот этого пубертатного периода, до там 12-13, до 14 лет, не должно быть вообще ни одного свободного мгновения для того, чтобы он не вырос там. Екатерина, ну вот 10 лет назад сложно было себе представить то, что мы, не ходя на собеседование, можем... Получить хорошую работу. Да, и удаленно работать, если ты не программист. Сейчас ты сплошь и рядом. Каких еще сюрпризов, каких еще продвижений, технологий и вообще принципов ждать в ближайшем будущем? Ну, я думаю, что, безусловно, сейчас цифровизация всего и вся, да, и знание потенциально экосистемных игроков, да, о нас, как о людях, оно уже колоссальное. Здесь вопрос, смогут ли эти знания трансформироваться в некое value, например, для B2B-сегмента, да, и за счет этих данных давать действительно какую-то качественную услугу компаниям, не засоряя эфир, условно, да, ненужными, например, медицинскими нашими диагнозами, да, потенциальному работодателю и так далее. Хотя вот тоже, кстати, возможно. Ну, вы говорите о том, что, в принципе, все данные-то есть. Наши соцсети, наши электронные трудовые книжки сейчас внедряются и так далее, да? Важно, как их обрабатывать. Как их обрабатывать и что потенциально действительно ценно, да, вот что из этого объема информации представляет собой ценность и как эту ценность донести до конечного клиента. Я думаю, что в этом такой секретный ингредиент супа, да, и тот, кто сможет это трансформировать в цифровой продукт, затем в будущее. Ну, я правильно понимаю, что идеальная история будет так, что будет у вас такой джоп-тиндер, условно говоря, и где вы уже залайкали друг друга, и вам лишь нужно согласиться на то, чтобы вступить в трудовой союз. Вы знаете, мы недавно тоже обсуждали, тиндеры мы или уберы, мы точно убер, да? Мы понимаем, что в тиндере нет никакой гарантии, условно, что ты получишь, да, как потенциального партнера. Нет, в убере все-таки статистически это гарантия в разы больше, да, то есть и статистика того, что за тобой приедет машина, это уже другой вопрос, понравится ли тебе водитель, хорошо ли он тебя довезет, не попадешь ли ты в аварию, да, но тем не менее сам факт приезда водителя, он практически там 99,9, да, поэтому мы для себя ответили на этот вопрос, что мы точно убер, и уже сегодня, например, наши метрики мэтчинга, да, показывают 98% того, что люди встречаются, и филрейт случается. Да, это другой вопрос, да, то есть вот что им это нравится, это уже другая метрика, это, по сути, клиентский опыт, да, когда клиент ставит рейтинг и говорит о том, что мне понравилось, как человек отработал. Это тоже важная часть, которую нужно довести до идеала. Абсолютно. То есть люди возвращались и так далее. То есть есть два фактора, да, это то, что человек вышел и помог тебе с твоей проблемой, да, на месте, и решил, например, твою очередь в магазине, да, она стала меньше, и он выполнил свою работу, но он тебе не понравился, да, это абсолютно две разные метрики. Собственно, по первой, да, сейчас мы уже добились серьезных результатов, вторая – это постоянная работа, и это то, что, наверное, технологизируется гораздо хуже, потому что столько психотипов, столько факторов, которые повлияют на клиентский опыт, да, которые тебе нужно предусмотреть, это, ну, такая большая, я думаю, работа на будущее. Интересно, будет ли когда-нибудь такой сервис, что не, скажем так, не магазин нанимает людей, да, а ты приходишь, ты понимаешь, что есть 20 человек в очереди, и какого-то черта один кассир. Ты просто заходишь в приложение, просто вызываешь себе человека, человека, и тут же становится 5 человек в очереди, представляете? Помоги себе сам, да, возможно, да. Ну, через пару лет пригласим Екатерину еще раз в эфир, и, возможно, уже она поделится таковым кейсом. Друзья, вместо Екатерины, мне кажется, кто-то приедет с голосом Екатерины, с внешностью тоже, все возможно. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Карабанова. Екатерина, спасибо большое, что пришли к нам, было действительно интересно. Друзья, ну и по традиции для тех, кто досмотрел это видео до конца… А это Анастасия Орлова сегодня. У нас вопрос от нашего спикера, от нашего гостя, и, безусловно, розыгрыш приза. Екатерина, что это будет за вопрос? Вопрос следующий. Какое минимальное время на платформе VentroGo занимает закрытие позиции комплектовщик? А вы докажете это? Да, конечно, мы пришлем скрин из системы. И что это будет за подарок, приз тому, кто оставит комментарий с правильным ответом, наиболее близким, под этим видео? Я думаю, что я здесь буду традиционно, это будет моя любимая книга. Если этот человек будет из Москвы, то я буду рада лично встретиться, пообщаться за чашкой кофе. Друзья, это была программа «Силиконовые дали». Подписывайтесь на канал, ставьте жирный-жирный лайк. Звоните в колокола и обязательно пишите ответ на вопрос, который задала Екатерина. С вами был Владимир Смеркис. И Дмитрий Бабаев. Всем пока, увидимся совсем скоро.